Здравствуйте, меня зовут Людмила. Я прошла с сентября по октябрь курсы по трейдингу. Ну, еще не участвую, не работаю на реальном счете, но как бы доучиваю принятые знания во время курса и проверяю их на практике. Процесс обучения был очень интенсивным, очень интересным. Это абсолютно новая для меня зона информации, поэтому для меня было все очень интересно, но и очень интенсивно, если честно. Прямо в очень таком хорошем ритме. Во-первых, появилось желание что-то изменить. Во-вторых, мне показалось очень серьезным отношение, которое я встретила здесь, когда пришла первый раз на интервью. И, естественно, первые четыре бесплатных урока, как вводные уроки, я поняла, что я ничего не теряю, ни слишком много времени, ни какие-то ресурсы. Поэтому, ну, после первых четырех уроков уже просто было очень интересно, я не могла отказаться от участия в дальнейшем. Дисциплина и пунктуальность – это главные качества. Главные качества, которые, оказывается, они не только у трейдеров важны, они важны в любой сфере жизни. Это я поняла по прохождению курса и благодаря этому курсу. Но в первую очередь дисциплина и пунктуальность. Ну, я не могу пока сказать, что я… Я тренируюсь. Вот именно это я сейчас тренирую в себе, чтобы, справляясь своими эмоциями, оставаться дисциплинированной. Потому что это самое сложное в трейдинге, наверное, справиться со своими эмоциями. Особенно, что это связано с деньгами. Поэтому я пока учусь. Мне кажется, что никогда непросто попробовать. И ничего страшного, если немножко выйти из зоны комфорта и просто попробовать. В процессе уже понимаешь, для тебя, не для тебя. Вообще-то, мне кажется, что в процессе понимаешь, что это посильно каждому. Поэтому мне кажется, что если попробовать, то не останется человека, который не идет в дальнейшем. Тем более, что предоставляется такая возможность, как обучение, тренировка на демо-счете, которая абсолютно ничем не рискует. Ты можешь нарабатывать профессионализм и, естественно, уже успокоиться по поводу своих возможностей и проверять свои возможности. Поэтому без того, чтобы попробовать, никак. Продолжение следует...